Всем привет! Вы на канале Зверио. Это Xiaomi Mi 11. Совершенно удивительный и прикольный телефон. Сейчас мы со всем этим разберемся. Здесь просто очумительный комплект поставки. Сейчас вы тоже этим удивитесь. Итак, подписывайтесь на канал, комментируйте, пожалуйста, что вы будете думать по этому телефону. Все пишите там в комментариях. Если у вас такой же телефон есть, то пишите, пожалуйста, тоже в комментариях, как он вам. Потому что люди обычно смотрят видео в двух случаях. Когда они хотят телефон купить, либо когда они его уже купили. Вот, такие дела. Благодарю магазин TechnoDeos за предоставленный гаджет. Кстати, по промокоду ЗВЕРЬЁ вы получаете подарок от магазина. Ссылка на них оставлю в описании. Надеюсь, что у нас с ними будет довольно-таки долгое сотрудничество. Ну что, давайте заставку, погнали! Во-первых, как уже говорил, комплект поставки просто... Ну, 2021 год он просто реально удивляет. Значит, тоненькая коробочка. Как вы думаете, что же внутри? Внутри даже хуже, чем у Самсунга. Вот, ну, это, конечно, я так могу напугать, но зарядку дают отдельно, типа, в подарок. Значит, смотрите. Здесь мы распаковываем телефон. Что мы получаем в комплекте? Скрепочка, кстати, силиконовый чехол и телефон. Всё. То есть, вот всё, что вы, в принципе, получаете в комплекте. Да, здесь не идёт зарядка вообще. Даже кабель в комплекте не идёт. Офигеть. Отдельно. Всё получается отдельно. Притом, вот это даёт в подарок. Это такой вот комплект. Здесь быстрая зарядка и кабель. В телефоне, кстати, 4600 мАч аккумулятор и заряжается при помощи зарядного устройства 55-ваттного за 45 минут с нуля до сотки. Это прикольно. Значит, сейчас мы на скрепочку посмотрим. Вот такая штука. Либо даётся при покупке, когда вы там на сайте покупаете, всё это в подарок. Либо, если вы такой... Где-то там заказали, то сегодня вам вышит такой бесплатный. Здесь мы получаем кабель и зарядка. То есть такой, видите, как бы шаг тоже убрать всё из комплекта, но при этом они это дают в подарок. Вот. Такие дела. Так что шнур и кабель есть. В комплекте шнурок идёт здесь, получается, USB на Type-C. Соответственно, быстрая зарядка, быстрый шнурок. Здесь можете рассмотреть технические характеристики зарядки. Соответственно, вилка здесь у нас, ну, не европейская, как вы видите. Сразу примерим чехольчик. То, что он у нас на столе. Я не очень люблю такие прям мягкие силиконовые чехлы. Я люблю, чтобы они были немножко потвёрже. Но здесь почему-то таким вот способом пошли. Телефон бывает в чёрном, голубом, белом цвете. Вот так вот он будет защищён. И защищать, мне кажется, его нужно будет. Ну, можно и вот таким силиконом или чем-то другим. Потому что здесь задняя крышка покрыта таким материалом. Вот вы на него присмотритесь внимательно. Я бы мог дать вам послушать. Это примерно как настоящая кожа. То есть там или эко-кожа. Короче, это прям вот какой-то материал такой мягкий. Текстурированный. И похож он реально вот, когда смотришь, прям на кожу. Может быть, всё-таки вы вот так вот сможете рассмотреть. Плюс внизу есть прикольный такой акцент. Типа как металлическая такая вставочка. Значит, Xiaomi. Здесь у нас 4600 мАч аккумулятор внутри. Плюс есть реверсированная зарядка здесь. То есть она может ещё и отдавать энергию. Мы можем положить сюда, например, какие-нибудь наушники. И их зарядить. Или другие телефоны зарядить можно. Давайте как раз я сговорил про эту штуку. Заодно её испытаем. Здесь Android 11. MIUI 12.5. И он у меня китаец. То есть китаец от мозга до всего остального. То есть здесь у нас тоже всё по-китайски. Здесь русского языка у меня в телефоне нету. Но это нам не мешает сделать у него обзор. Включаем, значит, реверс вайрус чарджинг. Так, ну что, положим сюда айфон. Ну и, соответственно, и заряд пошёл. Вот. Заряжается, работает. Кстати, довольно-таки быстрый, 10-ваттный. То есть 10 ватт зарядка быстрая здесь есть. Плюс, что меня, кстати, удивило, что быстрая зарядка, то есть сам телефон заряжается по воздуху очень быстро. Я, конечно, не знаю, насколько точная информация. Если что, вы меня поправьте. То здесь, типа, беспроводная быстрая зарядка вообще 50-ваттная. Вот так вот. Ну, за эту информацию как бы не особо ручаюсь, но это на GSM-арене. То, что на официальном сайте я такого вообще не нашёл. Значит, это у нас 2К-дисплей. Амоледовские. Здесь, ну, максимально тонкие рамки. Дайте вам, насколько это возможно. Покажу, наверное, нам нужен белый экран всё-таки, чтобы я вам показал. Именно рамки, как они выглядят. То есть по бокам у нас, видите, такие закругления прям реальные. То есть 4 закругления есть. Сбоку у нас как бы дисплей. Как раньше Samsung называл это Edge-дисплей. То есть с закруглениями. Он, да, морез так закруглён. Что это даёт? То есть визуально боковые рамки уменьшаются, конечно. Потому что когда ты смотришь, у тебя такое ощущение, что как бы изображение и всё, и больше ничего. В этом есть, в принципе, смысл закругления. То есть такая чисто визуальная тема. Тут есть специальный датчик отслеживания телефона. Он знает, когда ты его держишь в руке. И, короче, вот эти вот все ложные срабатывания, когда это было особенно на S7 Edge, у Samsung очень явно, ты когда держишь, у тебя вот это вот, как мяско на руке, оно кладётся, и какие-то фантомные нажатия происходят. Здесь такого нет. Ну, это уже давно тему побороли. Дисплей ещё. Безусловно, шикарнейший. Здесь 1440 на 3200 точек. Супер-мега разрешение. Здесь 1 миллиард цветов отображает. Короче, и экран сам 120 Гц. То есть это можно выставить в настройках. Заходим в дисплей. Здесь у нас есть, конечно, ночной режим. Можно всё это вручную включить. Тёмный, белый. Но это уже, конечно, от самой MIUI зависит. Окей. Дальше. Мы заходим в рефреш рейт. Здесь можно выставить вручную 60 Гц, RIP 120. Напомню, что в том же самом, к примеру, Samsung S21 у нас сейчас идёт такой адаптивный. Они сделали. То есть у нас, к примеру, дисплей может от 20 Гц до 120 Гц сам как-то варьировать. Когда он по одному работает, как по другому. Здесь в меню телефона включается всегда 120. Ну, соответственно, быстрее сажают батарейку. Телефон супер-мега мощный. Здесь стоит новый процессор Qualcomm Snapdragon 888. Я так прям это, значит, круто сказал. Но это на самом деле круто. Самый мощный процессор Qualcomm. 5-нанометровый. Сейчас и Samsung выпустили свой процессор. Буквально 13 января вышел. Тоже 5-нанометровый. И здесь набирает какое-то дикое количество очков. Здесь, ну, я не знаю, зачем столько нужно. На самом деле, заходим в альбомы, где здесь камера, скриншоты. Вот. 676 тысяч, как их называют, попугай в Antutu. Короче, просто запредельная производительность, честно вам скажу. Телефоном пользоваться очень комфортно. То есть, все очень быстро, настолько смузи, что прям вообще по кайфу. К этому вопросу нет. Давайте рассмотрим, наверное, его внешне еще раз. Здесь, значит, у нас камера. Очень интересно сделали блок камеры. Ни на что не похоже, что было раньше. Но в черном цвете, если вы посмотрите, он очень похож на iPhone. Не знаю почему. Короче, здесь вот этот вот иллюминатор один большой. Камера максимально умеет фотографировать 108 мегапикселей. И когда ты, к примеру, фотографируешь, в обычной камере у тебя здесь, конечно, 108 нету. Ты должен перейти в режим «Еще» и здесь вручную включить режим 108 мегапикселей. Сейчас вот он, 108 мегапикселей, Ultra HD включено. После этого у тебя, соответственно, фотки такие будут. F здесь 1.9, то есть довольно-таки светочутительный сенсор. Дальше. Ультра-вайт камера на 13 мегапикселей. 123 градуса угла обзора. И это удобно. Ну, здесь сейчас отказались от такого перископа, скажем так. И вот оставили только три камеры. То есть основная, которая умеет и то, и то, как бы и портреты нормально снимает, ультра-вайт и макро-камера. Макро тоже включается отдельно, когда тебе это нужно. Сегодня решили, что она должна здесь у нас быть. Соответственно, включается вот здесь листочек и включается супер-макро-камера. Ты сможешь там, не знаю, свой палец еще там, не знаю, зафоткать, где-нибудь в Инстаграм выложить. Хотя, не знаю, вот... Ребят, расскажите, пожалуйста, в комментариях, если у вас в телефоне есть макро-камера, что вы на нее снимаете? То есть для каких-то своих нужд что-то? Либо для социальных сетей? Потому что сколько у меня в телефонах была макро-камера, я вот прям что-то такого супер-мега-полезного для себя не нашел. Даже какую-то детальку сфоткать, я могу на обычную камеру сфоткать. Короче, напишите в комментариях. Ой, конечно, 5-мегапиксельная макро-камера. Далее. По сравнению с Galaxy S21, тоже крутяк. 8К-видео, пожалуйста, можно снимать. Основная камера это делает. Здесь единственное, в чем это уступает с Galaxy S21, это все-таки с фронтальной камеры, потому что здесь Full HD снимает 30 кадров в секунду. То есть когда мы фронталочку снимаем. 20 мегапикселей здесь и Full HD. Если основная камера, то это, соответственно, у нас максимально 8К. В настройках мы можем выставить, соответственно, 4К 60 кадров в секунду, максималка идет, либо 8К 30 кадров в секунду. Можно включить 24 и 30. Притом интересно, что они здесь все-таки оставили 60, выбор. Но пока это вообще никому, конечно, не нужно. Плюс есть как бы эта интеллектуальная камера, которая сама умеет супер-мега там все подстраивать по фото, по видео. Ну, сами понимаете, фотографируется зелень, там одни пресеты включаются, там людей другие, ночь другое. Здесь прикольная, кстати, ночная съемка. Вы чуть попозже увидите все примеры и фото, видео, которые сделаны на этот телефон. Они вас чуть попозже ждут. Тоже посмотрите, скажите, что думаете по поводу качества. Плюс под видео есть лог-режим. В принципе, как устройство для создания контента, штук прикольная. Цена не оверпрайснутая. То есть по сравнению с Mi 10 вообще прям кайф. Плюс там фишки новые появились. Остановка времени. Ну, короче, по фото, по видео топчик реально. Выявил один косячок. Он связан с стабилизацией камеры. Ну, когда у нас камера не работает, то послушайте звук. То есть просто камера внутри трясется. И вот именно если вот так шатать, вот так не трясется. Вот, соответственно, когда она у нас начинает работать. А, сейчас, секунду. Надо пальцы поменять. Так, ну, чтобы просто все было честно. Давай, давай, давай. Вот, когда у нас начинает, к примеру, работа камера, то такой звук пропадает. Отключаем, закрываем. Появляется. Вот, это единственное, что может вас, наверное, смутить. Давайте вам как раз сейчас вот и покажу фото-видео, которое я сделал именно на Mi 11. Погнали. Видео на фронтальную камеру Mi 11. Сейчас довольно-таки сложно здесь освещение, потому что тут прям прямой свет вот прям за мной. и вы сможете посмотреть, как и с пересветами, и без пересветов снимаю. Давайте попробуем подставить камеру. И если я, к примеру, буду... Нет, здесь не пойдет. Вот так вот. Если я буду вести свой видеоблог, как все это будет выглядеть, Full HD, 30 кадров в секунду. Всем привет, с вами Илья. И мы начинаем КВН. Вот, но это все возможности фронтальной камеры. В принципе, для съемки видео это достаточно. Давайте попробуем уже реально основную камеру тестить. Основная камера сейчас 4К, 30 кадров в секунду. И смотрите, если мы снимаем на 4К, 30, к примеру, я не могу переключаться между камерами в процессе съемки видео. То есть я сейчас начал на широкий угол. И всем привет, как видно, вот здесь сцовано такое освещение. В 4К, 30 я могу вот лишь приближать вот так вот двухкратно, и все. Это вот максимально, что я могу делать. Давайте попробуем опуститься до Full HD. Съемка продолжается в Full HD. И что же мы здесь получаем? Ну, во-первых, не знаю, какую-нибудь разницу вы заметите, не заметите, между 4К и Full HD. Тоже самое это видео на YouTube. Здесь, конечно, немножко поганится. И давайте мы, к примеру, попробуем увеличить. Вот что у нас происходит, к примеру, на Full HD. И у нас есть переключение между камерами. Я могу увеличить. Давайте сейчас вот этот свет мы выключим, чтобы у нас камеру не пересвечивал. Вот, при том все работает со стабилизацией. Смотрите, Full HD прям плавненько я могу издалека водить. Я сейчас так на месте топчусь. И вот что получается. Аккуратненько приближаем. Давайте попробуем вообще, рассмотрим, что там на рабочем столе. Вот шестикратное увеличение на видео у нас присутствует. Так что есть смысл снимать реально в Full HD, чтобы у тебя было не только двукратное увеличение именно с обычной, ну, с ультра-вайт камеры, а еще и с обычной. А сейчас у нас съемка ведется, ну, вот, на вытянутую руку. Обычная камера, значит, Full HD 30 кадров в секунду. Попробуем что-нибудь здесь наболтать. Всем привет! Сегодня у нас обзор книжек Гарри Поттера. И давайте рассмотрим вот эту первую. Вот такие вот дела. Она выглядит вот так вот. Вот здесь вот это написано. Соответственно, на телефон даже можно снимать какие-то обзоры, потому что сейчас мобильный телефон. Это круто! Давайте попробуем, к примеру, сделать макросемку. Это все на автомате. Идет фокусировку заодно проверим, как все здесь делается. Так, ну что, вот, немножко потерял, все, нашелся. Что-нибудь, какой пыльный фотоаппарат. И все можно рассмотреть. Так, окей. Съемка в полной темноте, со вспышкой. Ну, я думаю, что лучше вот так вот вытянуть. Итак, полная темнота, работает только вспышка на телефоне. Посмотрим, как мы с вами сможем общаться. Давайте переключимся еще в широкий угол. Вот такое вот вращение. Вот так все будет видно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я думаю, что по ночной съемке это все. Сейчас еще пару фоток поделаю здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, по сравнению с Mi 10, как пишет Xiaomi, он легче на 12 грамм. Кроме этих цифр мне больше нечего сказать, потому что 12 грамм в руке, ну, ты никак не ощутишь. Он прикольный, он такой, знаешь, он теплый, скажем так. Потому что здесь не стекло, вот это не пластмасса. Ну, точнее, вот просто покрытие вот это вот кожное, оно теплое. И мне кажется, оно будет охренеть, как царапаться. Если где-то его поцарапать, потому что одно дело стекло, пластмасса, а другое дело, когда вот, ну, прям вот этот мягкий материал. Если ты здесь царапнешь, то как бы все останется. Клавиша включения-выключения, регулировка, качелька регулировки громкости. Сверху инфракрасный порт, микрофон, динамик первый, надпись Harman Kardon. Здесь акустика у нас прокачана, Harman Kardon, все дела. Короче, два динамика, и они работают прям в очень хорошем стерео. Вынесли вот сюда вот сбоку, а не как в разговорных обычно вот здесь вот. Сбоку и снизу еще один. Что касается видео, значит, давайте начнем воспроизведение. Громкость тут запредельная просто. Ребят, по звуку вообще просто претензий нету. Реально шикарнейшее звучание. Значит, можно сделать настройку еще upscale. То есть у нас видео и так идет, мы делаем upscale и включаем его, качество видео еще улучшается. Сразу здесь можно по видео-толбоксу сделать запись экрана, например, транслировать куда-то или распознать музыку сзади играющего. Вот, но это всегда можно сделать. И сразу доступ еще в несколько других приложений. Ну что, вот сами сможете оценить сейчас качество воспроизведения. Ну, конечно, на камеру это нифига не понятно. Ну, качество отлично, ничего. 2К дисплей офигенный. То есть у нас чисто такое хорошее стерео, влево-вправо. За такую цену вообще топчик. Реально. Always on display. Вывод информации любой. Анимированные заставки, короче, часы, уведомления и так далее. Пожалуйста, все здесь. Удобно. Пропуждается. Когда ты его уберешь, умеет разблокироваться. Ну, это можно включать, выключать. Можно двойным нажатием включать, двойным нажатием... А, двойным нажатием нельзя выключать. Блин, мне казалось, можно. Ладно. Неважно. Значит, снизу у нас Type-C. Здесь нету слота под карту памяти. И это новая дань. Хотя я уже больше, наверное, об этом говорил. Когда, знаешь, о, в Galaxy S21 убрали карту памяти. Все, пипец. Ну, скажем так, во флагманах Xiaomi их давно уже не было. Вот. И здесь не исключение. Здесь две сим-карты. Соответственно, давайте достанем здесь сим 2, сим 1. Все. Память у нас встроенная. Либо 128 гигабайт, либо 256. Но, по-моему, в 256 там есть выбор. Либо 8 гигов оперативки, либо 12. Насколько помню. Классно, что есть инфокрасный порт. Потому что вся вот эта вот такая система Xiaomi, она тоже здесь будет работать. Ну, и чтобы там все это дело управлять. Мне нравится, что вырез под боковую, точнее, под селфи-камеру находится сбоку. Прям вообще кайфует от этого иногда. Потому что как-то намного дороже телефон выглядит, когда вот она убирается вбок. Мне не очень нравятся вот эти вот супер-мега закругленные края, из-за того, что здесь edge-дисплей. Вот они какие-то слишком большие здесь круглишки получаются. Но, в основном, от телефона прям вообще охренеть положительную эмоцию. Ну, он реально прикольный. Wi-Fi здесь 6, но с приставкой там Pro Edition. Ну, короче, обычно Wi-Fi 6. И сейчас у Xiaomi уже и роутеры Wi-Fi 6 выходят. Даже кто-то полгода назад у меня на канале смеялся, когда я там делал обзоры на вообще роутер Wi-Fi 6. Действительно, кому это нужно? Ребят, все, сейчас уже все новые телефоны выходят, они с поддержкой Wi-Fi 6. И в скором будущем вам в любом случае придется задумываться. Потому что гаджеты в доме становятся просто дохрена. Потому что Wi-Fi 6 умеет удерживать, не знаю, там 30-40 подключенных гаджетов. Все они работают спокойно. А в то время, когда, не знаю, на Wi-Fi 4, там, у тебя подключило 4 гаджета, все, и до свидания. Там уже все. Они не могут между собой общаться. Но по интернету, ладно. Display Mate здесь поставил оценку A с плюсом. И сказал, что это SuperMate Display. Но это на самом деле так. Что еще забыл сказать? Еще раз повторюсь, что он довольно-таки теплый. Потому что, когда ты его держишь в руке, вот эта задняя поверхность нормально так нагревается. Она нифига не охлаждается, как стекло. И здесь горел глаз Victus. То есть, то же самое, что и в Samsung, но за более, конечно, адекватную цену. Вот. Сканер отпечатка пальца у нас под дисплеем. Давайте сейчас... Давайте пин-код, конечно. Сюда прикладываем. И, соответственно, у нас сканирует. Ну, давайте покажу, как работает. А то иногда мне почему-то народ пишет, что... Почему мне показал, как сканер отпечатка пальца работает? Да нет, всегда работает... Всегда все работает одинаково. Ребят, вообще всегда одинаково. Ну, приложил, но разблокировался. Бац, все. Помню еще, когда только первые такие выходили. То есть, у меня когда-то получалось и другим пальцем разблокировать. Но это давно было. Я не знаю, как там так все это дело происходит. Вот. Разблокируется довольно-таки быстро. Бац. И давайте просто вверх ногами приложим, чтобы понимали, что он под любым углом. Точнее, как бы ты ни приложил, все будет работать. По итогу. Замечательный, офигенный, быстрый, четкий телефон. Классный звук, классный дисплей. Вот. Еще раз спасибо магазину TechnoDeus за предоставленный девайс. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете по поводу Xiaomi Mi 11. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok